Денис, приветствую тебя. Всем привет. Очередной эфир. Всегда приятно обсудить рынок по горячим следам, по-другому никак не скажешь. Вчера заседание американского регулятора, несмотря на решение, которое полностью совпало с консенсусом, мы видели всплеск волатильности, но как минимум неплохо походили финансовые инструменты, причем абсолютно всех категорий. Сегодня предлагаю обсудить эту ситуацию, посмотреть, как изменилась расстановка сил, какие тренды могут доминировать дальше. В качестве инструмента, в прошлый раз мы с тобой разбирали, по-моему, золото, евро, я предлагаю снова по ним приближаться. Ну и еще как бы бонусом можно охватить фондовую секцию, фондовый рынок, S&P. Если есть у тебя рекомендации, возможности, какие-нибудь интересные технические паттерны, уровни, будет круто, если поделишься. Так, ну, начнем давай с меня, тогда. Заседание ФРС. Ставку подняли, да, на 25 байсных пунктов, это золотая середина, правильно сделали, что не пошли еще дальше, потому что, конечно, в счете наломали бедров. Мы помним, что одной из принципиальных проблем ранее у тех банков, которые уже потерпели фиаско, оказались неплатежеспособными, были проблемы с облигациями за их, снижение их стоимости и роста доходности. Это все вследствие как раз того, что американский регулятор ранее накручивал, опять же, рынок намерениями агрессивно бороться с инфляцией и дальше снова активно и активно повышать процентную ставку. Потому что еще буквально две недели назад, до тех пор, пока не посыпались американские банки, одна из основных идей предполагала, что вот на вот этом мартовском заседании, ну, прям 100% ФРС поднимет ставку на 50 байсных пунктов. Ну, они стремятся обеспечить снижение инфляции до целевого уровня. Но потом, мы знаем, ситуация быстро изменилась, планы не реализовались, потому что банки из-за снижения стоимости облигации и экстренные потребности в ликвитости, к сожалению, столкнулись с таким понятием, как margin call, их вовремя не поддержали. Поэтому Silicon Valley Bank, Signature Bank – это банки, которые в истории. И сейчас не буду объяснять, какие меры поддержки были запущены, это не суть. Важно, если, опять же, вернуться к американскому регулятору, текущее решение о повышении ставки на 50 байсных пунктов – это как бы, с одной стороны, подтвердить свои намерения и дальше бороться с высокой инфляцией, но неготовность провоцировать какую-то чрезмерную волатильность и подстегивать значительный рост доходности национальных облигаций. То есть ФРС не хочет, чтобы повторилась ситуация с теми банками, которые уже оказались неплатежеспособными. Я вот сегодня еще на… Да и сейчас можно, кому интересно, на премаркете посмотреть, как обстоят дела с банковской системой США. Мы видим то, что на премаркете многие бумаги снижаются. И в центре внимания по-прежнему First Republic Bank, который потерял капитализацию больше, чем 10 раз за последние 7-9 дней. Его вроде как спасли бешеной ликвидностью от ФРС, от Лосфарга и Банков Америка. Но опять же на премаркете мы видим то, что распродажи продолжаются, акции этого банка лежат на дне. И отсюда снова много вопросов. А что дальше? Что, если все-таки банковская система не выгребит? Или в конечном счете, знаешь, через какое-то время ФРС начнет придерживаться стратегии, что нужно поддержать, спасти системообразующие и значимые банки. А вот какую-то шушеру, скажем, за пределами топ-100 можно как-нибудь почистить и пустить все на самотек. Если банкротится, то бог с ними. Ну, короче, как часто выражались представители Федрезерва, самая лучшая очистка – это оздоровление финансовой системы. Возможно, в ближайшее время такой подход может стать предвестником все же усиления вот этого кризиса, который накрыл банковскую систему США. И Джеффри Гунглых, я думаю, ты знаешь, король облигаций Уолл-стрит, это он еще неделю назад сказал всем, что спасти банковскую систему не удастся в текущем положении, в текущем состоянии. Поэтому те, кто смотрит на перспективу, нужно готовиться к кризису, который накроет всю мировую экономику через 3-4 месяца. Я сторонник сценария того, что пока что в текущих условиях лучше еще впереди. Давай к демонстрации экрана тогда. Быстро пробежимся по идеям. Начнем с европейской валюты. Текущая котировка 1.0903. Соответственно, евро растет. Евро растет почему? Потому что активность снижается доллар. Доллар теперь лишился поддержки вот этих обещаний Федезерова активно бороться с инфляцией через более активное повышение процентной ставки. И без вот этого стимула внутреннего, фундаментального, я допускаю, что индекс американской валюты в ближайшее время должно переключиться. Вот в текущей котировке 101.76 в ближайшее время можно сохранить нисходящую динамику и уйти вплоть к психологической планке 100 пунктов. Евро будет выигрывать на этом фоне, потому что в отличие от Федрезерова, Кристин Лагард, которая трижды выступала на этой неделе, каждый раз говорила о том, что ставка будет активно расти и на следующем заседании, и на заседании после того, которое предстоит. Поэтому в планах американского регулятора еще на ближайших двух заседаниях поднять ставку на 50-75 байсных пунктов. То есть фактически ЭЦБ неделю назад повысил ставку на 50 байсных пунктов, даже несмотря на то, что банковский кризис распространился уже на Европу. Ну, было много сказано, что показательные потешеспособности европейских банков лучше, чем американских, хотя я в этом не уверен. Но Лагард убедила рынок в том, что на этом фоне евро может выйти на новый локальный максимум, потому что если ЭЦБ активно настроен, ну, повышает подсветную ставку, ФРС все же пока что уже начинает потихоньку включать заднюю, то конкурентное преимущество в плане роста и расхождения монетарных политик ЭЦБ и ФРС будет за главным валютным риском. Я как бы доверился вот этому сценарию. Сейчас смотрю еще на рыночный сентимент, толпа в продажах по евро и не вижу причин для серьезных коррекций, по крайней мере, до тех пор, пока мы не протестируем планку 1.10. Поэтому моя рекомендация сегодня – это оптимистично, краткосрочное отношение к риску, в частности, покупка евро с целями, которые я обозначил. Пару слов еще про фонд, потому что сегодня заседание Банк Англии, там, в принципе, такой же расклад из-за вчерашнего скачка инфляции в Англии, федеральские цифры. Думаю, что и Банк Англии сегодня тоже повысит процентную ставку, поэтому, кому интересно, на фунт, друзья, посмотрите, он тоже может сегодня подрасти на фигуру полторы. Что касается золота, 1978 долларов за русскую фунцию, после теста 2000 была коррекция, сейчас рынок снова выкупает. Факторы поддержки прежние – это доллар, доходности американских облигаций, рыночный сентимент, толпа на продажах, спрос спекулятивный на золото как со стороны институционалов, так и со стороны ритейл-трейдеров, потому что только что отметил банковский кризис США, такой оставил до сих пор мрачный осадок, и многие транслируют пессимистичное настроение и задаются вопросом, что если там посыпятся в ближайшие дни новые банки. Поэтому золото на этом фоне будет интересно для тех, кто знает, что такое хедж, знает, что такое защита и знает, что золото исторически все же, как бы его ни критиковали, но может помочь пережить такие смутные тяжелые времена. А по золоту, Денис, жду снова 2000 и потенциальное движение выше. А что касается американского фондового рынка S&P, хорошо, что мы все же скорректировались в ходе вчерашней торговой сессии, текущие котировки в районе 4000 пунктов. Я думаю, что американский фондовый рынок в конечном счете будут дальше поджимать. И поскольку я один, может быть, из немногих, кто считает, что действительно, может быть, даже уже к началу следующей недели мы увидим еще один банк-банкрот, фондовый рынок может дальше развивать нисходящую динамику. И я думаю, что по S&P вполне еще актуальные цели 3800-3900. Вот пока что на них и будут смотреть. Слово тебе. Так, хорошо, мой экран уже должен быть виден. Видно порядок? Да. Да, супер. Значит, касательно евро. Скажу честно, по евро это тот случай, когда я бы назвал это «зализывать раны». Дело в том, что по евро была самая, ну, моя нелюбимая формация, которая изначально сформировалась с такими вот раз-два, раз-два, с двойными выносами в обе стороны экстремумов. При этом также я еще видел, что перед ФРС, что меня очень сильно смутило. Дело в том, что перед ФРС заливались просто огромные объемы, точные объемы здесь с перекосом по биду, то есть рыночные продажи очень крупные здесь заливались. То есть была, реально была достаточно большая вероятность того, что могут хорошенько откорректироваться вниз. Здесь вот даже до сих пор четко видно в стакане, где находились основные лимитки покупателей. То есть я обратил на них внимание, смотрю, что здесь заливаются объемы, большие лимитки покупателей есть в стакане на СМИ. Значит, следовательно, попытаются откорректировать, а потом уже только после этого добить вверх. Но, к сожалению, получилась вот такая вот канитель. И, по сути, вот эти объемы, которые входили, да, понятное дело, что часть этих продавцов уже вышли на вот этом импульсе. Часть это были фиксации покупок нижних. Но, честно говорю, вот такие вот вещи я вообще никогда не торгую. То есть особенно вот с точки зрения пробоев, потому что, зная, как вот эта формация отрабатывается, она, ну, распиливает буквально все и везде. Поэтому просто в данном случае сидел, ждал, что нам хоть более-менее вменяемое дадут. По факту сделали выброс вверх в опционную зону. Здесь сильнейшая область. Это двойная маржинальная зона. Здесь также зона опционного спреда и отдельно точечные вливания. Поэтому, с учетом того, что у нас сейчас вот еще отрицатель аккумулятива и по-прежнему по ней нарастает ее значение. Если брать снизу, то здесь общая у них дивергенция идет. Если брать более комплексно по всему контракту за неделю, то здесь она уже вот явно видно отрицательно. Поэтому здесь достаточно вероятно будет у нас коррекционное движение вниз, но это именно в рамках коррекции. Потому что сейчас уже четкую направленность мы видим. Мы также видим вверху, где есть заинтересованность у крупняка. То есть здесь вот хороший опционный уровень и выше еще стратегический уровень сопротивления в районе 1.11. Поэтому я лично считаю, что после коррекции пойдут наверх добивать. Потому что отсюда разворот вниз полноценный. Ну, блин, мне честно это совершенно как-то не укладывается. Хотя по объемам, если смотреть, то мы видим, что четко у нас вот при обновлении максимумов у нас нисходящие объемы. То есть коррекция здесь в любом случае будет. Вопрос лишь глубины. Насколько глубокой будет эта коррекция. Максимум, я думаю, вот в эту область объемов, которые были как раз до ФРС. Но смогут ли туда дойти? Здесь не знаю. Поэтому максимум ловить не хочу. По ASK уже перепоз здесь получили. То есть вот он. Четко видно, где у нас ASK. Это sell-лимиты. Но они не прям очень большие. Поэтому чаще всего подобные вещи, они больше на коррекцию выглядят. В общем, я буду смотреть там снижение где-то в районе 18.5. Ну, возможно, возможно, то есть 1.08.5. Возможно, до 1.08 и попытаются откорректироваться, но я не верю. Честно говорю. Поэтому пока что 0.8.50 там буду смотреть. И через добой вверх. Соответственно, по индексу доллара здесь полный противовес. То есть у нас близлежащая поддержка уже близко. Но, собственно, ничего не мешает до нее добить. Абсолютно. Там даже если какую-то внутреннюю коррекцию дадут, все равно добой вниз здесь у нас будет в приоритете. И пробой ниже в том числе. Поэтому здесь у них полная синергия идет с евро. Так что пришлось перестраивать свои мысли. Потому что я изначально думал, что по евро дадут коррекцию потом добой. Ну, получилось наоборот. Поток касательно золота. Золото там полностью согласен. Единственное, крайне обидно. Дело в том, что у меня вот выглядела зона, которую изначально подписчикам давала. 1915-1930. Это сильная область. Здесь и по объемам сделано. Вот четко видно на протяжении роста, где у нас находится до сих пор ключевое профильное, точнее рейтинговое профильное накопление. То есть второе по величине на протяжении роста. Сюда также попадает зона покупателей. Также маржинальная зонка. И реально суперская область. Просто обалденная. Но чуть-чуть буквально реально видно. Маленькое расстояние. Чуть-чуть буквально не добили. А что есть на данный момент? Значит, я считаю, что здесь у нас вверху есть просто офигенная область опционная плюс маржинальная. Но здесь дело в том, что они скорее всего будут идти через внутренний откат. Причем от близлежащего сопротивления. То есть примерно вот такой зигзагообразной схемой будут двигаться. Причем потому, что здесь мы четко видим, где у нас и попутно есть опционные накопления. Причем, кстати, очень неплохие. Локальное сопротивление. И также выше уже вот она опционная зона. И потом я еще буду достраивать. Возможно, там немножко подкорректируем некоторые области. Но в целом золото растущие. И на фоне, опять-таки, ты уже говорил по поводу банковского кризиса, что на следующей неделе могут и еще банки посыпаться. То есть, ну, First Republic там понятно. У них вообще очень веселые качели. Постоянно колбасит то вверх, то вниз. И это, кстати говоря, очень хорошо отражается вот на индексе S&P 500. Здесь я заметил такую штуку интересную. Дело в том, что еще в конце прошлой недели, в пятницу, был влитт очень крупный, вот он, точечный объем, который, вот его хорошо видно. Этот объем был перекосом по отрицательной дельте. И в целом основная часть вот по футпинту у нас находится в верхней четвертой свечи. При этом реакцию вниз здесь дали. То есть, те продавцы, которые входили, да, они здесь действительно реакцию дали. Потом отскок вообще без объема. То есть, ну, отскок здесь был на голом энтузиазме, я бы сказал. До сих пор не понимаю, на чем отскочили. Потому что с точки зрения реально каких-то крупных денег, вливания объемов, здесь ничего не было абсолютно. То есть, фактически, вот я недавно буквально читал сравнительную характеристику по индексу S&P 500. Фактически, этот индекс тащит две компании всего лишь. Это Apple и Microsoft. Все, уже даже Amazon тут же особо не тянет. Вот. А, ну, еще Facebook, да, еще более-менее подтягивает. Но в основном Apple с Microsoft. И, по большому счету, то есть, это вопрос лишь в том, когда у них закончится запал. И на этом индекс, собственно, и может хорошо посыпаться. Сейчас, что у нас есть? На ставке вчерашних PRS дали красивый выброс вверх в зону. Это зона продавцов. Сочетаем мы также. Вот у нас такая красивая трендовая сопротивление было. Локальный уровень до него там чуть-чуть не добили. И это, кстати, очень хорошо. И в целом, эта область, ее уже неоднократно видели реакцию вниз. Поэтому я думаю, что если даже попытаются там как-то вверх откорректироваться, скорее всего, вернуться вот в область там 4020-4040. То есть, вот такой небольшой диапазон, где повторно, вот, у нас четко видна свеча повторного объема. Точно такая же формация, как и была в пятницу сделана. Где даже в верхней одной пятой части свечи у нас формировался крупный точный объем. Сделали локальный выброс вверх, дополнительное вливание ликвидности в виде объема и сильную реакцию вниз. Реакция бы реально была сильнейшей. Поэтому чаще всего после таких вот комбинаций у нас формируется локальная коррекция к области объемов. Если те продавцы, которые там находились, они будут отстаивать свои интересы, если, то мы увидим в дальнейшем пробудет локальный трендовый поддержки и снижение вниз. Самая первая цель – это 3900. Следующая уже находится на 3800. Собственно, поставим как раз основной тейк, который стоит, а ближайший следующий я буду половинку фиксировать на 3900. Самое главное, что на этот раз пошло. Денис, сейчас чуть пропал соединение, но тебя было слышно до конца, поэтому если ты закончил, в принципе, понятно. Да, в принципе, я закончил. Основная идея как раз по СНП-500 – это то, что зоны объемов, если сделают тест, то отсюда как раз рассматривать продажи. Но это немножко не сочетается у нас с тем же золотом, либо же евро, но они сами по себе движутся. Я думаю, что не стоит СНП на них сильно опираться, потому что все-таки на фонде США сейчас не самые лучшие времена. Согласен. Кризис – это, я считаю, далеко не завершение, далеко. В общем, посмотрим, как оно будет дальше отрабатываться. Ну, это мы примерно по нашим с тобой идеям как раз рынок и запрос там может пойти. Денис, спасибо тебе за твои рекомендации, за то, что смог подключиться, опять же, обсудить со мной рынки. Согласен с тобой абсолютно, что еще не конец, ну, как я тоже обозначал, что все может в любой момент ухудшиться, поэтому у нас пока рекомендации, которые адаптированы к текущей ситуации на рынке и тому, что происходит. Давай тогда на сегодня завершать. Ты меня слышишь, не есть, да? Ну, спасибо. Продолжение следует...